Здравствуйте, меня зовут Сергей и сегодня мы разберем отрывок из Рика и Морти. Рик и Морти это не детский мультсериал про гениального ученого Рика и его внука Морти. Вместе они путешествуют в космосе, отправляются в другие миры на поиски приключений. Язык этого сериала довольно взрослый и не только потому, что там встречаются крепкие словечки, но и потому, что говорят персонажи быстро, используют много не самых простых выражений, идиом. Там постоянно встречается игра слов и какие-то культурные отсылки. С другой стороны, отдельные сценки часто построены на основе каких-то стереотипных ситуаций, которые мы хорошо знаем по фильмам, и там встречаются такие же стереотипные шаблонные выражения. Например, сейчас мы разберем сценку, в которой Морти пришел в школу и к нему подходит местный хулиган. В английском языке значит то же самое, что и так-так-так, именно вот с такой вот интонацией. Well, 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 what have we got here? Так-так-так, что это у нас тут? Morning – это то же самое, что и good morning, просто сокращенно. Приветствие, доброе утро. Так часто говорят morning вместо good morning. Morning – what is that supposed to mean? – отвечает Фрэнк. What is that supposed to mean? – значит, это еще что значит. Это тоже такое шаблонное выражение. Обычно оно с какой-нибудь претензией говорится. Например, Dad, I got bad news about your car. What is that supposed to mean? – пап, у меня плохие новости насчет твоей машины. Это еще что значит. Are you making fun of me? – are you trying to say my family is poor? To make fun of somebody – значит смеяться, насмехаться над чем-то. Don't make fun of me – не смейся надо мной. Making fun of people is bad – смеяться над людьми плохо. Здесь важно запомнить, что именно предлог of используется. То есть Фрэнк говорит, ты что, надо мной смеешься? I'm trying to say my family is poor. To be trying to say something – значит пытаться что-то сказать. Ну, здесь не очень сложное выражение. Например, I don't think you've seen badly. I'm just trying to say you should practice more. Я не думаю, что ты плохо поешь. Я просто пытаюсь сказать, что тебе лучше побольше порепетировать. Oh, geez, Фрэнк, I don't know if a knife is necessary – отвечает Морзи. Oh, geez – можно перевести как О, Боже. Джейс вообще – это эвфемизм, замена для слов Jesus Christ. Jesus Christ – значит Иисус Христос. И некоторые действительно восклицают О, Джейсис Крайст или О, Джейсис, О, Крайст. Вот как мы говорим О, Господи, О, Боже. Но многие люди вместо этих слов используют такую замену, такой эвфемизм. О, Джейс. Точно так же некоторые говорят О, Май Гад, О, Мой Бог, О, Боже. А некоторые используют эвфемизм О, Май Гаш. Говорят О, Май Гаш вместо О, Май Гад. О, Джейс вместо О, Джейсис. I don't know if a knife is necessary. Necessary – значит необходимый. И здесь используется такая конструкция I don't know if и дальше предположение. То есть я не знаю, будет ли то-то или является ли то-то тем-то, как предположение, которое в русском языке используется с частицей ли. В английском языке перед таким предположением, перед этой предаточной частью будет стоять союз if или weather. Разницы между этими союзами здесь нет, но обычно говорят if, ну потому что это проще и короче. Приведу пример. I don't know if we have sugar at home. Я не знаю, есть ли у нас дома сахар. Видите, по-русски мы используем частицу ли в таких предаточных предложениях. Не обязательно говорить именно I don't know в первой части. Может быть, например, I am not sure, я не уверен. I am not sure if we have enough time for that. Я не уверен, хватит ли у нас на это времени. То есть здесь Морти говорит, о боже, Фрэнк, я не знаю, так ли нужен нож, так ли необходим здесь нож. I mean, you know, you kind of had things handled without it. You're telling me how to bully now? Big mistake, Морти. I mean, you know, you kind of had things handled without it. I mean, you know, и то и другое, это такие вводные конструкции, которые можно заполнять паузы. Здесь Морти говорит так неуверенно, робко, он немножко тянет время, тянет фразу. I mean, you know, я имею в виду, ты знаешь, kinda, тоже к таким словам филлером относится. Это как бы, то есть вроде как. Ничего по смыслу не добавляет, кроме такого оттенка неуверенности. To handle something. В данном случае handle значит справляться с чем-то, справляться с какой-то задачей и проблемой. Handle может также значит обращаться с чем-то, то есть буквально переносить руками handle with care, обращаться с осторожностью, надпись на какой-нибудь коробке с посудой. Но в данном случае handle something это справляться с чем-то, решать какую-то задачу или проблему. He handled the problem very well. Он очень хорошо справился с проблемой. To handle things. Здесь говорится handle things. Это значит решать проблемы, решать какие-то вопросы. Такое устойчивое выражение. They have their way to handle things. У них есть свой способ решать вопросы. Кстати, в этом случае можно было бы сказать двумя способами. Можно было бы сказать you kinda handled things without it. Ты как бы справлялся с вещами, улаживал вещи. А можно сказать you kinda had things handled without it. Ты как бы делал так, что проблемы решались. Здесь особой разницы между этими выражениями нет. И в том и в том случае имеется в виду, что этот хулиган сам решал вопросы, сам все улаживал. Почему я это сейчас объясняю? Потому что, возможно, вы знакомы с таким оборотом, как to have something done. Мы можем сказать to do something, сделать что-то самому. Например, I repaired my car. Я починил мою машину. А можем сказать to have something done. Делать так, чтобы это произошло, зачастую произошло с помощью чьей-то помощи. С чьей-то помощью. I had my car repaired. Я починил свою машину. Подразумевается, что я не сам починил, а мне починили. То есть я там на ремонт машину отдал. Но в данном случае, конкретно с этим оборотом, to handle things, значит решать вопросы. To have things handled, значит в принципе то же самое. Решать вопросы. Не обязательно, чтобы эти вопросы решал кто-то другой. Подразумевается, что этот хулиган сам решал свои вопросы. You're telling me how to bully now. Big mistake, Morty. Здесь используется интересный оборот. Are you telling me how to do something? Ты говоришь мне, как что-то делать буквально. Ну или если не буквально, ты меня ещё учить будешь, как мне что-то делать. Кстати, правильно этот вопрос будет задаваться с глаголом to be в начале. Are you telling me? Но в речи мы часто опускаем этот глагол. И получается просто you telling me. Это такое частое упрощение в разговорной речи. Так вот, вернёмся к этому обороту. Are you telling me how to do something? Ты меня ещё будешь учить, как что-то делать. Например, are you telling me how to run my business? Ты меня ещё будешь учить, как мне управлять своим бизнесом. Часто используется с таким возмущением. Есть ещё похожий оборот. Are you telling me that... Ты говоришь мне, что... Ну или по-русски мы бы сказали... Ты хочешь сказать, что... То есть с такой ноткой неуверенности, да? Или для того, чтобы человек подтвердил. Are you telling me that you know better how to run my business? Окей, I'm listening. Ты хочешь сказать, что ты лучше знаешь, как управлять моим бизнесом? Хорошо, я слушаю. Более это хулиган, но не совсем хулиган, как в нашем понимании. В нашем понимании хулиган это тот, кто, скажем, рису пишет на стенах, разбивает стёкла в школе, деньги отнимает у маленьких и так далее. А в английском языке bully это более узкое значение. Тот, кто запугивает других и заставляет их что-то делать. То есть тот, кто угрожает, деньги отнимает, запугивает. Если он просто, я не знаю, стекло разобьёт, вряд ли такого назовут bully. А вот если он подойдёт к маленьким и будет от них деньги требовать или телефоны у них забирать, вот это будет bully. А глагол to bully это, соответственно, заниматься вот такой вот деятельностью хулиганской. Запугивать, заставлять что-то делать, угрожать. Вот это всё называется to bully. Are you telling me how to bully now? Ты меня ещё будешь учить, как мне хулиганить? Трудно слово bully прям вот так вот одним словом на русский язык перевести. Big mistake, Morty. Большая ошибка, Morty. Now I'm gonna cut you, cause my family is rich. Теперь я тебя порежу, потому что моя семья богатая. Gonna это разговорное сокращение от going to. То есть теперь я собираюсь тебя порезать. Cut это резать. Причём резать именно наносить резанные раны. Не колотые, а резанные. Don't cut your finger. Не порежь палец. Есть ещё глагол stab. Значит, бить ножом или колоть, пырнуть ножом. Stab. Например, this is a bad neighborhood. You can get stabbed here. Это плохой район. Тебе тут могут ножом пырнуть. Cause это сокращение от because. В разговорной речи часто говорят cause вместо because. И тут появляется дедушка Рик и говорит. There you are, Morty. Listen to me. I get an errand to run in a whole different dimension. I need an extra pair of hands. Так вот ты где, Morty. Слушай меня. Мне тут нужно кое-какое дело сделать в совершенно другом измерении. Мне нужна твоя помощь. Итак, он говорит there you are, буквально вот ты где. То есть ищут кого-то, ищут кого-то, находят и говорят there you are, так вот ты где. Выражение run errands значит выполнять поручения. Обычно имеется в виду какие-то принеси-подай мелкие поручения. I'm gonna have to run some errands for my father. Мне нужно будет выполнить кое-какие поручения для отца. Dimension имеется в виду измерения, то есть параллельный мир. Они в этом сериале путешествуют по параллельным мирам. Например, it's not an alien, it's a creature from another dimension. Это не инопланетянин, это существо из другого измерения. Extra pair of hands буквально значит дополнительная пара рук. То есть в переносном значении дополнительная помощь. Как подразумевается одного человека. Либо сам человек, который оказывает эту дополнительную помощь. Например, we'll have to hire an extra pair of hands to film this scene. Нам придется нанять еще человека, дополнительную пару рук, чтобы снять эту сцену. То есть Рик говорит, так вот ты где, Морти, послушай меня. У меня тут есть поручение, которое нужно выполнить в совершенно другом измерении. Мне понадобится дополнительная помощь, то есть твоя помощь. Oh, jeez, Rick, what did you do to Frank? О, боже, Рик, что ты сделал с Фрэнком? Pretty obvious, Морти, I froze him. Obvious значит очевидный. Pretty, если это прилагательное, значит красивая. Причем именно красивая, а не красивый. Потому что pretty говорят о женщинах. О мужчинах обычно говорят handsome, симпатичный, красивый. А pretty, как правило, о женщинах. Например, my boss is a young, pretty woman. Моя начальница – молодая, красивая женщина. Но слово pretty также может быть наречием. В этом случае оно значит вполне, довольно. She's a pretty young, она довольно молодая. It's pretty obvious, это довольно очевидно. I'm pretty sure, я вполне уверен. Тоже частое выражение. I'm pretty sure, вместо просто I'm sure. Слово froze, я думаю, вы знаете, это прошедшее время от глагола freeze, замораживать. Oh, geez, Rick, what did you do to Frank? Oh, боже, Rick, что ты сделал с Фрэнком? Pretty obvious, Морти, I froze him. Это довольно очевидно, Морти, я его заморозил. Я надеюсь, вам понравился этот выпуск, вы узнали какие-то полезные выражения. Если да, пожалуйста, поставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, если почему-то до сих пор еще не подписались. И до встречи в следующий раз.